привет друзья с вами владимир коваленко он же мастер кладки сегодня мы закольцевали наш этаж и у нас последний этап закладка шпилек часто задавали этот вопрос и что такое шпильки какие шпильки закладывать в общем целостном показать конструкцию самой шпильки вот собственно сами шпильки вы видите вот и как их закладывать через какое расстояние и так далее и тому подобные в общем люди спрашивают вова покажи и расскажи нюансы о закладках шпилек и так ребята в нашем случае железобетонного армопояса не будет а будет кирпичный пояс с четырех рядов но закладка шпилек точно такая же как и в жб армопояс так и кирпичный пояс то нам понадобится нам понадобятся сами шпильки шпильки диаметром 10 12 миллиметров вот такие вот пятки толщина металла 2 миллиметра ориентировочно 10 на 10 то есть здесь не принципиально чтобы шпилька удобно стало вот и устойчиво стояла и так по длине шпилек здесь в зависимости от того какая у вас будет высота самого армопояса или же кирпичного пояса плюс сечение самого маурлата то есть допустим в нашем случае будет четыре ряда плюс соточка маурлат все отлично остается то есть буквально вот немножечко здесь шайба и затяжная гайка шпильки у нас есть этаж закончен приступаем непосредственно к самому поясу и для начала нам нужно что сделать желательно и в идеале будет это если вы согласуете с кровельщиком если вы делаете крышу не сами вам нужно согласовать с кровельщиком то есть как им удобно допустим раскинуть шпильки сегодня приезжали кровельщик мы согласовали они говорят вова отступи от фронтона в данном случае у нас фронтон будет в пол кирпича то есть отступи еще от фронтона от пол кирпича еще полтора кирпича это будет отправная точка первая шпилька также самое и с другой стороны и здесь уже мы разбиваем симметрично пять шпилек одна получается вот здесь вторая получается на том краю сейчас мы все это дело поставим и три по центру разбиваем симметрично и так мы проложили сеточку под нашим поясом будет еще несколько слоев сетки в самом поясе то есть пояс будет хорошо армирован в данном случае не жб армопояс а кирпичный пояс поэтому будем сеткой армировать его на каждом ряду я сейчас отмеряю так полтора кирпича вот у меня полтора кирпича продеваю вот так вот под сеточку еще ребята один момент уточняйте с кровельщиками на каком расстоянии закладывать шпильки где будет на урлат лежать но ребята здесь тоже много нюансов сколько градусов у вас будет крыша то есть какой уклон будет у вас по крыше где будут кровельщики закреплять сам урлат мы согласовали они говорят вова вот от краю бери 120 и как раз заподлицо с задней частью облицовочного кирпича то есть маурлат у них будет вот так вот лежать вот как раз будет маурлат будет в нашем случае здесь будет сечением 100 на 100 миллиметров поэтому вот так вот он будет лежать я заложил первую шпильку то есть вот получается у нас пол кирпича здесь будет идти фронтон будет пол кирпича потому как фронтон у нас здесь будет невысокий всего лишь метр тридцать пол кирпича будет вполне устойчивый и отступаем полтора кирпича первая отправная точка есть и теперь переходим на вторую стороны опять же наши вот пол кирпича и от них то есть вот здесь будет стропилка отступаем полтора кирпича все ровно полтора кирпича то есть мауэрлат у нас будет идти вот так как раз притирку пол кирпича все и теперь берем вот это расстояние мы замеряем все ребята мы сейчас меряем от шпильки до шпильки наше расстояние вот так вот итак у нас получается 540 с хвостиком нам надо разделить то есть у нас три шпильки значит нам надо разделить на 4 проема то есть 540 делим на 4 получается метр тридцать пять между шпильками и поехали теперь раскладываем через метр тридцать пять так метр тридцать пять все эти шпильки сейчас пока убираем метр тридцать пять метр тридцать пять опять же под сеточку задеваем как раз как в аптеке у нас получается все проходим дальше четко метр тридцать пять тридцать шесть ну здесь ребята уже не принципиально метр тридцать пять три шесть три семь два сантиметра разница здесь уже не принципиально то есть мы разбили наши шпильки согласно пожеланиям кровельщиков отступили от краев и центр разбили симметрично соответственно расстояние между крайними шпильками дальнейшие действия какие и так сейчас мы закладываем две крайние шпильки то есть приживаем на растворчик кирпичом четко выставляем их по уровню а дальше я вам покажу какие нужно провести дальнейшие мероприятия начинаем закладывать вот так вот опа и смотрите ребята теперь нам надо шпильки вывести четко в уровень и и с этой стороны все ну здесь мы будем сейчас шахматкой закладывать вот так вот опа вот так вот а вот а а а а а а что так теперь еще раз перри пробиваем вот она стоит у нас идеально и соответственно отсюда все шпилька у нас стоит идеально по уровню и так ребята заложили мы первую шпильку соответственно вторую шпильку с другой стороны в общем заложили мы крайние шпильки дальнейшие действия которые теперь мы будем делать дальше мы берем шнурку я беру легкую тоненькую лесочку такую чтобы она не натягивала сильно шпильки и натягиваем как по низу так и по верху ребята это может кому-то напомнить как выставляются трубы допустим под забор так же самое выставляем мы шпильки многие выставлять просто поставили и дальше там уже коричники будут сами но хорошо ведь и приятно когда человеку будет удобно работать и соответственно люди будут понимать что шпильки закладывали профессионалы а не шаромаги какие-то поэтому но мы всегда закладываем по шнурке беру вот так вот делаю петлю и выбираем какую-то одну приоритетную сторону допустим или же наружную или внутреннюю берем допустим наружную сторону я взял по наружной стороне и иду к другой крайней нашей шпильки все и здесь ребята смотрите я также также беру по наружу и вершок все и едем назад все и также по наружной стороне ребята мы привязываем все здесь берем просто придавим на время и дальше дальше выставляем низ и вверх шпильки уже по шнурке непосредственно все вот я приблизительно сместил может быть допустим немножко приварено кривовато поэтому смещаете то есть как вам удобно вот смотрите я прокручу методом прокрутки я как раз подношу низ и вверх шнурки то есть не обязательно чтобы допустим там пятка прям четко было параллельно стене вот такой методом прокрутки выставляете все низ и вверх и все ребята и дальше мы начинаем закладывать так же все это дело кирпичом опять же перепроверяем сейчас сразу все ребята выставили мы по шнурочке а здесь естественно здесь естественно мы выставляем по уровню не прям таки чтобы четко было идеально по уровню плюс-минус пару миллиметров допускается это зачем затем чтобы когда ребята потом будут засверливать маурлад у них все идеально он сел и без никаких проблем вот так вот у нас получились все шпильки по шнурочке все идеальненько выставили и все по феншую и начинаем теперь закладывать или же кирпичом как нашем случае или же заливать жб арма пояс все ребята сделали мы все необходимые подготовительные мероприятия по шпилькам для закладки шпилях и собственно кладки нашего кирпичного пояса а на сегодня у меня все если понравилось видео и было чем-то полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал впереди будет еще много интересного с вами был Владимир Коваленко он же мастер кладки я желаю вам удачи пока пока пока